Видеоролик создан специально для сайта fb.ru Ольга Остраумова рассказала, что 49-летний сын Гафта претендует на наследство. 2 сентября Валентину Гафту исполнилось 85. Всем известно, что он тяжело болен, однако на днях в проекте «Привет, Андрей» участвовала его супруга, звезда киноленты «Азори здесь тихие» Ольга Остраумова. В передаче появилось видеообращение Гафта, который неплохо выглядел и сказал замечательные слова в адрес любимой жены. «Она необыкновенная». Валентин Гафт мечтал об актерской профессии с раннего детства, но известность пришла к нему только в 44 года. В это время он выглядел зрелым, брутальным мужчиной, занимался культуризмом и поэтому отлично подходил на роль героев. Его партнершами были самые красивые актрисы отечественного кинематографа. Ирина Алферова и Анна Самохина, Наталья Гундарева и Александра Яковлева. Со всеми ему приписывали романы, но на самом деле женами Валентина Гафта были отнюдь не актрисы. После неудачного брака с манекенщицей Еленой Изергиной актер женился на балерине Инне Елисеевой. Именно она подарила ему единственную дочь Ольгу. Однако женщина обладала неустойчивой психикой, ревновала мужа и контролировала каждый шаг своей наследницы. После развода девочка осталась с матерью, а детцы представить не мог, насколько сложными были у них взаимоотношения. После ухода Ольги из жизни в 2002 году он практически впал в депрессию. Затем его спасла любовь. В его жизни уже была другая Ольга Остроумова, которая окружила его вниманием и заботой поддержала в самые тяжелые минуты жизни. Они вместе снимались в киноленте Рязанова «Гараж» 79-го года. Однако тогда никакого романа между ними не было. Судьбоносная встреча состоялась на одном из творческих вечеров, когда оба посмотрели друг на друга другими глазами. Остроумова вспоминает, что актер хотел сводить ее в Сокольники, но в нужный день не позвонил. Свидание состоялось в китайском ресторане. Тогда он предложил ей пощупать свой бицепс, и актриса подумала, что это выглядит по-дурацки. Они уже жили вместе несколько лет, когда решили пожениться. Сама Остроумова рассказывает об этом с юмором. У Гафта была возможность получить жилплощадь, но для этого ему нужно было иметь семью. Будущие супруги расписались прямо в больничной палате, где Гафт на тот момент проходил лечение. Это был 1996 год. В передаче Остроумову расспросили о ее отношении к появлению в жизни Гафта внебрачного сына Вадима 1971 года рождения. Встреча с ним состоялась всего лишь несколько лет назад. Актриса поделилась своим мнением. Ей кажется странным, что женщина, которая взяла на себя ответственность за рождение ребенка, которого мужчина не хотел, через 40 лет предъявляет ему сына. Причем речь идет не о материальной стороне вопроса. Остроумова всегда была за то, чтобы отец помогал ребенку. Но делать из встречи шоу на телевидении – это не лучший вариант. Сын сейчас живет в Бразилии. По состоянию здоровья у Гафта нет возможности навещать его, он до сих пор не видел вживую своего внука. Когда участники передачи возразили, что сын не претендует на наследство, Остроумова тихо ответила – претендует. Наверняка ей что-то известно, о чем пока не хочется говорить с журналистами. Мы согласны с Гафтом, что ему по-настоящему повезло с третьей женой, которая поддерживает его и продлевает актеру жизнь. Это нечто большее, чем просто любовь. А что на этот счет скажете вы? Поделитесь своим мнением в комментариях. Ролик подготовлен для сайта fb.ru. Если он вам понравился, не забывайте поддержать нас лайком и подпиской на канал. Субтитры ошибся. Продолжение следует...